Всем приветик! Приехали мы покататься на каяках. Последний раз, наверное, да? Так я думала, мы уже будем завершать наш сезон катания на каяках. Уже осень, уже холодно. Так, сейчас мы ждем еще Витиного знакомого и вместе поедем кататься. Такие колесики. Удобно подставил и повез каяк. И вот, кто с нами сегодня, да, путешествует? Кто с нами? Ровкин, Ровкин пищит. Первый раз Рови поедет на каяки кататься. Первая твоя поездка, Рови. Что-то он так забеспокоился. Рови, Рови, иди ко мне. Рови, 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 иди сюда. Боится. Рови, сидеть. Сидеть, 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 сидеть. Сидеть, Рови. Ты что меня позоришь? Не сидишь. Сидеть. Молодец, молодец. Такая красота. Такое место красивое. Мы уже в прошлом году здесь катались. Это называется Little Spoken River. Там наверху домики. Вот так вот Витя везет каяк на колесиках. Удобно, да? А то раньше тащили. Теперь Витя тащил. Здесь такая дорожка идет к реке. Рови, Рови, пошли. А то еще тебя потеряем. Бежит наш Джек. Джек красил наш, да? Пошли, Рови. Пошли за папой. Вот здесь прям рядом со стоянкой. Так удобно. Рови, догоняй. И вот здесь сейчас будем усаживаться. Здесь как в деревне. Здесь красота. О, нет собакам. No dogs. Ну, вот так вот. Так что Ров, попрячься. А мы с собакой приехали. Что-то куда не поедем, на какие тропы гулять везде нельзя с собаками. А, в каяке можно? Рови, а то придется тебя оставлять. Куда, куда пошел за хозяином? Рови, Рови. Бежит мой сыночек маленький. Прибежал, прибежал. Маму потерял, да? Потерял маму? Мы в одинаковых этих куртках. Интересно. Ага. Привет. Ровкин. Света. Вот такое, да, тоже приспособление хорошее. Для каяка, да, надо, наверное, взять, чем прицеп таскать. Да, так. Ты лучше не такой возьми, лучше рога, которые, знаешь, такие под наклоном идут. Держать лучше. Вот этот он проще, что ты его складываешь, но у него вот этот вот, пока ты ставишь, он не очень удобен. Ааа. Ну, видишь, а... Ну, все равно удобно. Я хочу взять, у него вот эта вертикальная бяка, она вот так опускается. Здесь тоже опускаешь? Вот. Это то же самое. А тот рога тоже, говоришь, это просто два. У него остаются рога, да. И он у нас в гараж не заедет. Ааа. Ну, тогда будешь это. Тогда ой, да. И сколько он стоит, такой держатель? Ой, по-моему, по-моему, вот 100 баксов, можно 70 или 100. И сколько он стоит. Молодцы, сразу два каяка схватили и понесли. Ха-ха-ха. Классно. Ну, все, мы открыли уже первые. Вот он Ровик. Прижался к маме, боится, да. Сейчас тоже они там сядут в каяк. Ровик. 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 Первый раз вообще не поймет, в чем дело, да. Классно. Солнышко сейчас вышло. А то было так пасмурно утром. Сейчас сколько уже, полдесятого, да, где-то? Да. Мне Рови приходится держать за этот. За швейник. А нет, Свет, он никуда не выпрыгнет. И что? Не выпрыгнет? Да, ну зачем? Ну, смотри, вот он встает, Рови. Ну и куда ты встаешь? Подожди. Рови тут совершает побег с каяка. Ровик, ты куда собрался? А? Куда, малыш мой, собрался? Куда ты хочешь? Куда, Рови? Да, вот я тебе взяла вот такую печеньку. На, кушай давай. Кушай. Рови, смотри, не прыгни в воду. Ровик. Ровик, ты куда собрался, а? Куда, Ровик, собрался? Ровик, где утки? Где утки? Решили в такую заводь заплыть, пока ждем. Виталика с Мариной. Ой, а тут смотри, как мелко вообще. Вот они, водоросли. Ровик, смотри, не прыгни. Видишь, ты знаешь, как прыгнет? Сантиметров 15 глубины. Угу. Видишь преимущество каяка? Так красиво. Даже в такой, по такому мелкому можно... Ну да, на лодке уже не поплывешь, да, здесь? Уже сядешь. Да. А на каяке классно. Ровик. Уже не узнал. Ох! 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 О!" Защитник мой, мой защитник... А сам боится, он такой. Тебя увидел и это, короче. Вот, смотри, рыбы какие. Раз, два, три. Огромные рыбы. Ну, Тровер решил за рыбой тут охотиться тоже. О, огромных. О, смотрите, сколько. Раз, два, три. Где-то штук двадцать рыб вот тут. Ну, у рыбака свое. Тровер забывает, что там вода, да? Хочет выпрыгнуть. Не могу равнодушно на это смотреть. Туши прям такие, знаешь. Что, рыбы, да? Да. Ну, можно и рыбачить. А вон я вижу, но они какие-то худые. Худые рыбы? А, это вообще не рыбы, это палки. Я думала, это худые рыбы плавают. Нет, они вот такие примерно сантиметров тридцать-тридцать пять. Это кто, траут? Нет, это... Ну, тут были трауты вначале. То, что я сейчас видел, стаи, это эти сакеры. Сакеры? Ага. Сосуны, у них такой рот, как пылесос. О-о. Мы, по-моему, с тобой, мы проплыли с тобой. Ух ты, тут мы среди камней каких-то. Ага. Ровик, ты где-то? Все, хочешь выпрыгнуть водичку? По полям, по болотам идешь. Что ты вспомнила это? Федорина горе, да? Сказка Федорина горе. А, ребят, к тебе хочет уже. Ровик, не надо, а? То туда, то сюда. То сюда, то туда. Вот тут как красиво. Ага. Мы уже отстали. Ну, Ровик, все, пойдем. Пошли. О, это ты. Он там переживает, волнуется, наверное, в коняке. Не хочет сидеть. Все, Ровик, поплыли. Поплыли дальше. Поплыли. О, здесь, смотри, как дерево повалено через всю речку. Что делает наше путешествие очень интересным. Ага. И вот тоже. Какое интересное. Не однообразное. Неповторимым, да? У нас каждая поездка на каяке неповторимая. Смотришь, как будто она конда лежит вот сюда. Говори. Большая. Да. И классно, что мы снимаем все на видео, да? О-о. Насколько будет поездок на каяках. Так, а что там мы на дерево наехали? На дерево чуть-чуть наехали, да? На дерево наехали, да? Эплы. Она. Саплементал. А, которая высокая такая, да? Да, да, да. А, окей. А что, здесь нельзя, да, на этих понтю плавать? Ну, там знак был. Что? Мелко или почему? Да, что видишь, вот эти вот кругом эти торчат палки и можешь его порвать и... И утонуть, да? Уехал. А он там, смотри, домик. Ага. Не, Витя, там может быть... Среди леса стоит. Ну и что, а чем каяк отличается от тюбинга? Он там еще дальше домик. Почему на каяке можно, а на... Потому что на каяке ты в лодке остаешься. Я не знаю. Твои ноги в лодке. А на тюбе у тебя ноги болтаются по земле. Что ты нарушаешь это, покой на этой речке. Ага. Мне так оказалось, как я был потан, с которым мы это... Че, у вас там путают на работе, что ли? Ну, два русских, один Вик, один Вит. Виталик Вит... Вит, а я Вик. Два мембрата, да? В разных этих корпусах. Знаешь, это как вот всяк Вики, да? Вики? Да. Вроде нет. Она у нас работает, я лошал. Ну, может, знаю так. Она раньше работала в Степелозеичном, она была... Как это? Меде... Как он назывался там? Имя Николай. У меня дядька был Николай, от последнего Николая, который я знаю. Нет, дед Николай. А, у тебя тоже дед Николай? Да. Выяснили через 20 лет, что у Вити дед Николай был. Евгений Николаевич. Вот две утки среба тебе. Я к тому говорила, что Никита в школе представляется Ник. А там учителя американцы думают, что его Николай зовут. Кратко. Николай Ник и Никита Ник. Николай Николай. Вот это Вик. Ты Вик. А меня это Лана американцы. Им нравится называть имя, потому что Светлана, им очень тяжело говорить. Видите, они говорят Лана или Света. Света. Слушай, так мы что, так быстро идем, что ли, сейчас? Вообще, многие имена американцам очень трудно говорить. Особенно я знаю вот это имя Ольга. Вообще они не могут произнести. И потом еще, вот у меня подруга Ирина, ее муж, ну и все там его родственники, они не могут говорить Ирина. Они говорят Айрина, Айрина. И вот так это по-разному произносят. Какие у нас там? А, ну Илья тоже наш сын. Илья. Его тоже никогда не могли произносить. Алия, они говорят. И даже думают, что это женское имя, да? Алия. Поэтому он так психовал. Говорит, что мне имя не поменяли? Когда это гражданство получали, конечно, можно было у них Илья, как? Илайджа. Илайджа, да. На Илайджа можно было записать. Мы что-то тоже упустили этот момент. Так и остался он у нас Алия. Ну вот, Джек Рассел наш наконец-то успокоился. Заснула детка. Раз, два, два, две огромных эти. Лежат на дне. Кто, рыбы? Так, это что? Щуки? Сакеры эти. Я не вижу, где это? Вот там, ты проплываешь сейчас. А, вот смотри, Марин. Вот здесь вот под моей... Я сейчас проплывал. Там эти две эти... Они все вредитаря как-то пыли. А, что за рыбки? Это сакеры. А? Сакер. Что за сакеры? Ну, у них вот такой рот, и они как... А по-русски как? Не, вычки маленькие, а эти вот такие. Русское название есть? Нет, наверное. Что за дела, Витя? По-русски не знаю. Пришли мы когда... Там была хорошая книжка, вернее, этот. И Витя такой профессионал. Я интересное записывала. И у меня ничего не записалось. Да ты что. Потому что у меня опять этот шнурочек был. Ой-ой-ой. Короче, я забываю тут на селфи-палке переключать вот этот шнурок. С ним фотографируешь. А если его не вытащить, то видео без звука получается. Твои подключения у тебя не простят. Говорили про это видео, когда оно выйдет. Оно выйдет еще не скоро. Оно выйдет, наверное, только в октябре. Сейчас конец сентября. Какое сегодня? Сегодня 23-е. А небо какое обалденное. Смотрите, какие облака вообще. А ты тоже снимаешь? А у меня вот сидит. Я в фото. У Марины на лодке тоже снимает. И что, и куда вы потом? Или это вы для себя только? Если ты хочешь, я тебе могу скинуть на флажку. Давай. Посмотрим. Давай тогда улыбнемся перед камерой. Так улыбаться надо все время. Все время. С самого начала. И кто мы спиной были? А теперь мы лицом. Так ты тоже можешь свой медь, Ютуб, и для себя скидывать. А, я могу, но зачем? Так, вот там осторожно, Марин, с твоей стороны, там мелковато будет. Такая коряга интересная. Решили, что это бегемот. Бегемотишка. Бегемотишка с хохолком. Бегемотик. Спокен Ривер вылез. Домик такой здесь интересный. Прямо на берегу. А, блин, такой глиняный. Он туда дальше еще плывет. А, слушай, еще помнишь? И вон тут такая штука интересная появилась. Хелло. Хелло. Ой, а так оно белое. Ой, здесь красивое место. Да, точно, я думала, уже не будет. Я думала, на другой же реке, оказывается. Интик прав. Три дерева. Ага, и тут какая-то другая речка тогда по-другому выглядит. Тут вообще заросли по-другому. Ага, так красиво. Все, уже мы подплываем. Уже они высадились на берег. А мы только-только подходим. Там такое сильное течение начинается. Домик красивый. Все, Рови, приплыли. Закончилось твое путешествие. Короче, я вся в шиповник врезалась. О, можно шиповник пособирать.